Сочи 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 Детский центр развития футбола принял в оперативное управление эти поля и в дальнейшем эксплуатировал. Но с учетом того, что поля делаются сегодня с натуральной травой, для повседневных тренировок, если передать нашему центру по футболу, это достаточно будет дорогостоящее мероприятие, поскольку трава быстро вытаптывается и постоянно следить за ней, досаживать, это очень сложный процесс. Поэтому, если нам эти поля передадут, то мы, конечно, рассмотрим как минимум, чтобы одно поле было перестелено под искусственный газон. Третье же поле, которое строит Сочи парк, это поле, скорее всего, в дальнейшем будет перестроено, либо реконструировано под тот объект, который уже сам Сочи парк захочет. А будут ли организованы какие-то в Сочи фан-зоны для болельщиков, где можно на большом экране посмотреть трансляции матчей, ну и, в общем, поболеть все вместе? Это достаточно такие очень большие события. Вообще, чемпионат мира по футболу – это самое зрелищное спортивное событие в мире. Мы понимаем, что помимо болельщиков, которые приедут непосредственно на стадион, большое количество людей приедет на фестиваль болельщиков. Это не потому, что мы так надеемся и хотим, мы видим практику предыдущих чемпионатов мира и видим, что есть категория людей, которые только целенаправленно едут только лишь на фестиваль болельщиков. И, безусловно, на чемпионат мира фестиваль болельщиков будет в городе Сочи. Обращаю внимание, что на Кубоком Федерации его не будет, это фестиваль фан-зоны так называемой. Возможно, мы эту фан-зону сделаем в режиме открытого просмотра матчей, но как фан-зона, о которой я сейчас дальше расскажу, она появится только в 2018 году, в момент проведения чемпионата мира. Фан-зона будет работать в течение всего месяца, как будет проходить чемпионат мира. Размещаться она будет на Южном Малу. В принципе, для нас всех известная площадка в городе, проверенная площадка. Мы на Олимпиаду ее как площадку лайфсайд использовали. И после этого проводили уже там и 500 дней до Кубка Конфедерации, и другие крупные события. И площадка наша, она еще раз сегодня показывала себя и на международных хоровых играх. Поэтому проверенная, достаточная по своему накоплению, поскольку нам необходимо площадку предоставить до 10 тысяч одновременно вмещения людей. Немножечко она будет расширена, не в том виде, в котором она сегодня. Мы ее продлим непосредственно до магазина Боска и до улицы Несербской. Мы ее продляем до Шлагбаума, поэтому площадка расширяется. Безусловно, оставляем небольшой проход, связанный с выходом на пляж, в пляжную зону, на променад, на набережную. Эти все проходы будут оставляться, но только в достаточно суженном варианте. Площадка предусматривает будет собой большой экран и сцену. И, безусловно, это не только связано с показами матчей, которые будут проходить в течение дня и показывать в прямой трансляции, но это будет некая развлекательная площадка, на которой будут проходить различные концерты, в том числе звезд эстрады. Будут проходить различные интерактивы и любой желающий при свободных местах, а вместо входа туда будет свободный, при свободных местах может посетить эту площадку, посмотреть, как развивается, как радуется непосредственно город Сочи матчем чемпионата мира по футболу, принять участие в различных интерактивных активах. Что касается места расположения, мы предлагали, конечно, несколько вариантов, но для нас самый оптимальный вариант был именно предложен Южный Мол. Появится возможность, не обязательно находиться там весь день, кто-то может сходить на пляж, кто-то прогуляться, кто-то в ресторан, после этого прийти и посмотреть матчи чемпионата мира. Безусловно, мы знаем, когда будут проходить матчи с участием сборной России, то площадка будет, наверное, переполнена. Это точно. Но билеты на Кубок Конфедерации тоже уже поступили в продажу 1 декабря. Если есть информация, много ли продано билетов, как активно они продаются, и правильно ли я понимаю, что по аналогии с Олимпийскими играми нужно будет получать паспорт болельщика, всем, кто приобрел билеты на Кубок Конфедерации? Ну, в первую очередь, основным продавцом, по-простому скажу, является у нас FIFA, FIFA по-другому можно сказать, да, основным организатором, и по продаже билетов. Количество проданных билетов я на сегодняшний день не готов сказать, единственное, я знаю, что ажиотаж достаточно высок на Кубок Конфедерации. Билеты продаются через специальный сайт FIFA.com, поэтому в открытой продаже, чтобы все понимали, в магазине или в ларьке приобрести их просто нельзя. Обязательное условие, так же, как и в Олимпийской игре, это было получение паспорта болельщика, так называемое. Этот паспорт в настоящее время можно получить в Мори-Моли. Это единственное пока место открыто. И обязательно условие получения паспорта – это наличие билета на матч. В ближайшее будущее появится еще как минимум одна точка в Адлерском районе, может, две точки, там, где возможно будет получить паспорт болельщика. В связи с проведением и чемпионата мира, и Кубка Конфедерации здесь, в Сочи, таких футбольных праздников, выросли интерес к футболу? Может быть, больше стало записываться в спортивные школы, в секции? Ну, в любом случае, мы понимаем, это нормальная тенденция по любому виду. Если мы говорим, как в Казани, в Казани плавание прошло, увеличилось количество желающих пойти в плавание. Мы также имеем и по направлению к футболу количество желающих увеличивается. Но мы знаем, что увеличение произойдет основное, это уже после того, как пройдут матчи Кубка Конфедерации и, соответственно, матчи чемпионата мира. После тех зрелищных событий, которые своими глазами посмотрят молодежь, дети посмотрят, у них возникнет огромное желание посетить. Но мы понимаем также, что у нас инфраструктура футбольная в Сочи, она в настоящее время не готова, скажем, принимать многотысячные армии. Мы сейчас получаем 2000 спортсменов, у нас есть порядком 60 высококвалифицированных тренеров, но используем, как правило, поля либо федеральные, либо частные поля, которые существуют в городе Сочи. Поэтому мы ждем с нетерпением чемпионата мира, когда к нам, как я ранее сказал, передадут два поля, и у нас появится возможность увеличиваться. Да, мы и сейчас можем принимать, увеличивать количество детей, но ажиотаж основной мы будем получать только после самих матчей Кубка конфедерации и чемпионата мира. Насколько я знаю, активно в Сочи футболом занимаются не только дети, целое ветеранское движение у нас есть, футбольное. Расскажите об этом направлении. Ну, безусловно, ветераны – это достаточно больше людей в нашем городе Сочи, интересующихся футболом и реализующих через себя, через свои спортивные способности, занимающихся футболом. У нас порядком 5000 людей, которые действительно имеют возраст старше уже 20 лет, мы можем их также приравнить, и не являющихся профессиональными спортсменами, и не участвующих в любительских клубах, они участвуют, играют в футбол. Но есть категория ветеранов, действительно ветеранов – это те, которые на постоянной основе участвуют в первенствах Краснодарского края, и совсем недавно в этом году мы получили четвертое место на первенстве Краснодарского края, это наши ветераны представляли интересы города Сочи. Да, ветеранов интерес очень большой, всего мы имеем, я как говорил, порядком 5000 любителей, ветеранов, которые на постоянной основе занимаются спортом по всему большому городу Сочи, именно футболом. Здесь же нам проще, у нас достаточно более количество спортивных площадок, позволяющих заниматься, потому что мы здесь не ограничиваемся в профессиональных полях. Здесь мы можем использовать и придомовые спортивные площадки, и любые спортивные площадки под мини-футбол и так далее. Если мы говорили ранее о детях, то там мы, конечно, более придерживаемся к стандарту, о детях, я имею в виду, которые уже участвуют в непосредственных кубках, чемпионатах, первенствах Краснодарского края, то там мы должны более ближе к стандарту идти. Что касается ветеранов, то здесь стандарт не всегда обязателен. Если, конечно, это какие-то официальные соревнования, то обязательно. А если неофициально, то мы можем отходить от стандарта, использовать совсем другую спортивную инфраструктуру. А какова вообще судьба футбольного клуба Сочи? Вот, насколько мне известно, было уже несколько попыток возродить клуб. Что сейчас происходит с клубом? В каком дивизионе он играет? Да, безусловно, мы все понимаем, что клуб у нас новый. Клуб требует еще развития. Амбициозные, конечно, задачи перед ним стоят. В следующее время мы играем во втором дивизионе. Идем пока на седьмой позиции. Я думаю, это достаточно нормальная средняя позиция, которая даст возможность, я думаю, уже в следующий сезон выходить на более высокий уровень. Будем ждать успехов. И в завершении нашей программы у меня такой вопрос. Когда прошла зимняя Олимпиада в Сочи, многие отмечали не только прекрасную инфраструктуру, замечательные построенные ледовые дворцы и арены, но в первую очередь такое гостеприимство. В этой связи как-то готовите сочинцев из сферы гостеприимства, сферы обслуживания к приему гостей Чемпионата мира и Кубка Конфедерации? В первую очередь мы начинаем с себя. А что мы делаем для этого? В настоящее время разработан план и утвержден перечень по единому архитектурному облику. У нас 73 улицы стали улицами, которые будут основными для использования для Кубка Конфедерации Чемпионата мира, по которым будут проходить основные потоки зрителей. Эти 73 улицы сегодня распределены и уже идет работа по приведению их к единому архитектурному облику. Бессловно, первостепенно мы определяем на всех этих улицах предприятия услуг, это кафе, рестораны, бары и иные виды услуг, с которыми проходит и будет проходить работа. Мы должны четко знать о том, что в этих заведениях персонал владеет, может не весь, но владеет иностранным языком, в частности английским языком. Мы должны четко понимать, что у нас, как и в Олимпийские игры, меню должно быть переведено на иностранный язык. Мы должны четко знать о том, что эта улица будет чистая, что по этой улице будет приятно пройти, проехать, показать эту улицу. Таких улиц 73. Количество объектов, которые на этих улицах, мы только сейчас их компонуем, чуть позже будем понимать общее количество, но тем не менее работа уже началась. Также, очень важный момент, мы не забыли про безбарьерную среду. Если мы к паралимпиаде очень тщательно готовили, то также эти улицы мы берем за основу, выявляем количество обязательных к исполнению. Почему обязательных? Ну, чтобы не повально мы шли, а те объекты, которые, возможно, будут использованы людьми с ограниченными возможностями здоровья. Эти объекты будут приведены, если они не приведены, а если утратили какие-то свои свойства после паралимпийских игр, то сейчас они будут восстановлены. Ну, ждем Кубка Конфедерации, ждем с нетерпением чемпионата мира по футболу, но увидимся все на стадионе или на фан-зонах на улицах нашего города. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию, спасибо большое за интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей программы сегодня был заместитель главы города Сочи Сергей Юрченко. Спасибо большое. Ну, и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА